всех с добрым утром с вами снова я и это сериал стройка за миллиард девятая серия и конечно же мы продолжаем работать с нашей стенкой, нам же ее надо доделать, потому что раз два три четыре пять пять плит и эта стенка дотянула и мы приступаем к маленькой. Ребят, да, вот работаю вот здесь, вот видите, штрафовка, инструмент, так что я работаю, вы не думайте, что я только хожу и видео снимаю. We need the bottles with silicone. А по-человечески? Нам нужно две банки упаковки силикона. Упаковки? Не-не-не, баночки, тюбики, два тюбика. Как я вам и говорил, вот эта часть будет заполняться грунтом, это такой заполнитель у нас. Ну а сверху уже на все это, вот здесь вот это уже будет пол паркинга, 30 сантиметров, пол паркинга, уже будет пол паркинга, ребят. Далее на этом фланге тоже ребята подготавливают, вот вчера залили вот эту стенку и то же самое, такая же технология, тоже будет все засыпаться землей, сейчас они доделают вот эту опорную стенку до угла и пойдут дальше. То есть здесь вот обойдут наш основной бассейн, наш фундамент, а снаружи по периметру будет все засыпано водой, ой, все засыпано песком. Мы здесь сделали вот эту вот плюшку специально, это Тайр попросил специальный заказ для того, чтобы можно было сделать здесь вот этот вот подъем. Дальше ребята уже будут заливать площадку. Вот этот угол между полом и нашим диктом, надо гладить для гидроизоляции, не делать его таким резким, и вот сейчас Нади и Тайр. У нас есть наши леса, нам нужно сделать 3 метра вот на этой короткой стенке, но есть проблема. Нади сделал вот этот вот бортик и теперь вот в этом проеме не помещаются наши леса. Что делать? Разбирать леса, а там собирать? Вот она, стройка ребят. Вот на этом видео хорошо видно, слева и справа стоят борты, а вот это вот все пространство внутри будет заполнено землей. Вот мы в дальнем углу начали все это засыпать, попробовали, посмотрели, как это работает. Все прекрасно работает, и сейчас дальше аккуратно будем сюда засыпать. В седьмой серии я вам говорил про новые обязанности у тебя на работе. Так вот, новые обязанности это проверка всех счетчиков вот здесь, на нашей территории, где сливается вода. Я сюда прихожу в один часок, все смотрю, записываю табличку в Excel, все это аккуратненько и иду обратно на объект, прям к обеду. Вот он мой планшетик Samsung, вот мое устройство, которое измеряет глубину воды, water level measure, пизометр называется наружком. Мои счетчики, там это маленькая скважина, которую нужно померить и все. Почему бы нет? Все про все у меня уходит где-то минут 15, и я прихожу на объект ровненько к обеду. Как вам? 21 век, вот это не колонии, да? Болгарик с болгаркой резать ОСБ. Не нашли мы пилу по дереву, а нашли болгарку. Отрезать надо. Вот это корыто, которое у нас работает, с помощью которого мы загружаем землю. Нужно два человека, работать с ним надо аккуратно. Два человека на погрузке, два человека на разгрузке. Тайр, это все? Да. Лама! Я сейчас не знаю, что это не знаю, что это не знаю. Лама! Если я не знаю, что это не знаю, что это не знаю. Я не знаю, что это не знаю. Сегодня ребята заливают последнюю губию, последнюю подушку под сваи. Оп, хорош! Запомнил, как будет саморез на английском. Screws. Screws. Саморезы. Постоянно забываю байку. Уже в третий или четвертый день. С утра едешь на работу холодно, хочется байку надеть. А с работы уходишь тепло, то есть в майке комфортно. И вот постоянно забываешь. В этот раз не забыл.